Не оставим детей без звезд. Название петиции словно крик отчаяния. Тема Барнольского планетария вышла на свет, когда стало ясно, время поджимает. Ирей Дмитрий Никитин, пресс-секретарь Барнольской епархии, поясняет. В 2014 году между епархией и городскими властями заключили соглашение о возвращении здания церкви, согласно федеральному закону 327. На переезд дали 5 лет до 2019 года. Уклончиво и осторожно, но Никитин дает понять, отсрочка возможна и на этот раз. Мы готовы рассмотреть эти варианты, в случае, если такая, конечно, необходимость возникнет, в случае, если будут какие-то задержки, связанные с возвращением, с передачей храма общения. Опасения ясны. Не на камеру представители церкви нам рассказали, что удивлены, почему за 5 лет городские власти не смогли найти зданию, где располагается планетарий, адекватную замену. Ведь, по их мнению, времени было достаточно. Но лишать детей звездного дома в ближайшее время они не намерены. Директор планетария Павел Ягодкин подтвердил. По его сведениям, после подписания документов о передаче, на мороз учреждение не выкинут. Так как для Барнаульского планетария не подготовлена еще площадка, и мы понимаем, что мы все-таки функционируемые, мы все-таки значимое помещение занимаем для и епархии, и очень мы значимы для всего города, то, скорее всего, мы будем сейчас находиться в этом здании на условиях, ну, грубо говоря, аренды. Но вот на какой срок, он сказать не готов. Барнаульские власти, в свою очередь, до сих пор не озвучили планы о будущем планетария. Напомним, ранее предполагалось, что он переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина» или ДК «Трансмаш», или же ему построят новое здание в Центральном парке. Звучали даже примерные суммы в 39 миллионов рублей на ремонт и полмиллиарда на строительство. Но ни один из проектов так и не был реализован. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.